День добрый, дамы и господа. Рад вас всех приветствовать здесь. Меня зовут Антон. И сегодня мы будем, буду вам рассказывать о семинаре о том, о презентации, о которой она должна же быть. Потому что, ну, все мы знаем это слово, все мы на презентации, мы не раз, многие презентации мы видели. Презентацию у нас учат еще в школе. И учат, у нас, ну, показывают нам обычные инструменты. Это может быть PowerPoint, это может быть кинок, не важно. Это просто инструмент. У нас есть определенные правила обращения, есть определенные законы архитектуры, то, как нужно строить свой дом. Нам же этих правил, к сожалению, не рассказывать. Нам просто дали этот молоток и говорят, стройте. И у нас получается какой-то фон, текст, обязательно должен быть какой-то красивый, на каждом слайде разный. Должна быть анимация. Что-то должно прыгать, крутиться, вертеться. То есть, и так нужно сделать несколько слайдов, чтобы было разная анимация. Мы показываем таким образом преподавателю, что мы умеем работать с программой. В итоге у нас получается что-то такое. Возьмите фотоаппарат и сделайте. Это будет намного лучше, это вас выделить среди людей. Причем удовольствие от просмотра таких картинок, ну, честно говоря, я не вижу. Но она ничем не выделяется, это не то, к чему мы стремимся. То есть, по крайней мере, люди, которые сюда пришли, они пришли научиться чему-то, ну, делать это лучше, чем другие. И выделить зачем-то. Потому что презентация – это способ показать себя с лучшей стороны. Когда мы показываем себя на выставке, люди видят на нас. Первое ощущение, как вы знаете, по одежде. Это наши одежды. И люди смотрят на нас и понимают, стоит ли с нами иметь дело, серьезно ли вы компания или нет. Именно в этом Apple обгоняет другие компании. Потому что заходишь на их сайт, видишь, что все красиво сделано. Они там с топора за 5 минут. Размер имеет значение, касаемо изображений. Вот данное изображение было взято с интернета, и оно имеет разрешение 171 на 300 писелей. В то время как вся моя презентация имеет 1920 на 1080. Это достаточно маленькое изображение. Если я его растяну, ну, вот будете, видите, такие квадратики идут. Идет все лесенкой. Если же я поставлю изображение более высокого качества, вы сразу видите разницу. С одной стороны, такая незначительная мелочь, но очень сильно влияет на восприятие человека. Здесь есть люди, которые пользуются фотошопом? Я немножко пользуюсь. Пользуюсь, да? Да. И рад вам объявить о такой приятной вещи, что Keynote поддерживает файлы в формате PSD. Вы можете файл в формате PSD просто закинуть в Keynote, и он его будет отображать. Например, PowerPoint такое делать не умеет, к сожалению. Keynote может. Но версия именно для компьютера. На iPad'е PSD файлы отображаться у вас не будут. Там будет либо значок вопроса, либо там просто пустое место. Поэтому этот нюанс учитывать. Если кому-то вы перекинете презентацию под iPad, то у него часть изображения может не отображаться. Но у вас есть преимущество. Вы в фотошопе сделали какое-то изменение, и потом в Keynote оно у вас отобразится. То есть вам не надо пересохранять в PNG, в GIF, либо что-либо еще. Кроме того, Keynote... Так, слушайте, Андрей. Если я правильно понял, я просто сомневаюсь, что я понял правильно. Я добавил в Keynote презентацию PSD файл. Я могу файл изменять отдельно, а он в презентации будет самообновляться? Или все-таки я его должен буду передобавлять в презентацию? Скажем так, с проектами Motion они обновлялись автоматически. В PSD надо проверить все-таки. Мне кажется, что он может копироваться в контейнер Keynote, вот внутри файла, и все. Может быть. Мы чуть позже это проверим в конце презентации. Нет, на самом деле проверять не обязательно, просто акцентировать внимание, считаю, на том, что проверьте кому надо. Но если и в PDF-ку делаете в презентацию, то все там будет отображаться, то что и в PDF-ку делаете? Да, она все включит у вас в файл PDF. В Keynote есть очень мощный инструмент настройки изображения, который позволяет ими манипулировать. Вот я сейчас вам покажу это на примере. Сейчас, буквально одну минуту, я переключу экран, чтобы было всем видно. Вот у нас есть изображение. Я хочу с ним сделать какую-то манипуляцию. Вот у нас, собственно, вот эта вот кнопка отвечает за... Вызывает окно, с помощью которого мы можем настраивать изображение. Мы можем настроить, и вот, например, оттенок. Хотим изменить цвет неба изображения. Причем это все делается очень быстро. Не всегда даже нужен Photoshop. Контраст, яркость. То есть не обязательно быть продвинутым пользователем Photoshop. Базовые вещи уже позволяют. Да, то есть очень многие вещи здесь базовые можно делать достаточно быстро. И очень эффективно, я бы даже сказал. Продолжим. Вернемся немножко к презентационному оборудованию. Я уже о нем говорил, что цветность на экране вашего проектора и на цветность на ноутбуке может отличаться. Кроме того, есть еще некоторые нюансы, как расположение проектора. Вот вы, наверное, видели, мы здесь минут 10 проектор настраивали по горизонту, по вертикали. Потому что он у нас не стационарный. Он у нас не прикреплен к потолку, не вделан к стенам. И когда вы приходите на мероприятие, его могут быстро обостровить. И вот там могут не заморачиваться этим, как мы. И у вас вот часть текста не будет видна. Не обязательно будет у вас экран. У вас могут просто на стенку гулы транслировать видео. То есть совершенно иначе будет. Это передача, естественно. Проектор может стоять под углом. Поэтому где-то 3-5% оставляйте пространство, где ничего не будет. Как и в книге есть пространство свободное на странице, так и здесь. Это вам очень пригодится. Говорю вам по опыту. У мониторов такой проблемы практически не встречается. Хотя там могут быть нюансы с разрешением экрана. Но достаточно редко это встречается сегодня. Хотя тоже бывает. Тоже это учитывайте, пожалуйста. Особенности. Цвет отображаться будет намного лучше, чем на проекторе. Намного ближе к тому, который вы видели у себя на экране. Но сегодня много телевизоров идет и плазменных экранов с глянцевой поверхностью. Соответственно, у вас будет много отражений. Если, допустим, я был на этом семинаре. Вот здесь вот можете видеть, можно посчитать количество ламп в аудитории. То есть кому-то это видно нормально, который сидит, допустим, здесь человек. А вот сидящий человек слева уже может это не увидеть. Какой-то часть информации. Поэтому тоже учитывайте это. Если в аудитории прямой свет, который направлен на экран, желательно заранее подойти в аудиторию, посмотреть, что к чему там и как, где вы будете уступать. Учитывать эти нюансы. Если есть возможность, свет выключить. Потому что многие презентации, вы знаете, они делаются на территории чужой, не у себя в офисе. Мы едем к заказчику, куда-либо на выставку. Что нас там ожидает? Никто не знает, в большинстве случаев. Приехали и за 15 минут разложились. И начинаются разные сюрпризы. Теперь по поводу настроек экрана. Вы только что видели, я переключал дисплей. Существует два режима отображения видео. Когда у вас полностью клонируется дисплей. И когда у вас на втором экране появляется суфлер. Сейчас я вам продемонстрирую. Потому что я сейчас на экране вижу совершенно не то, что вы. Я вижу вот такое изображение. У меня здесь показывается мой текущий слайд. Мой следующий слайд. Время, которое сейчас идет. И подсказки, что будет идти дальше. Текстовая. Благодаря этому режиму вы можете быстро понять, что происходит у вас дальше. И легко делать навигацию. Вам не нужно стоять и читать все со слайда. Вы, наверное, не раз видели. Человек выходит в аудиторию и начинает просто зачитывать текст. Вопросы. Зачем? Или рассказывает, а потом переключается на следующий слайд и думает. Ну, в принципе, это я уже рассказала на предыдущем слайде. И так несколько раз. Учите, что человек про себя читает намного быстрее, чем вы говорите вслух. Пока вы договорите до половины, он уже все прочитает. И, кроме того, вы говорите вслух, он читает про себя. Начинается перемешение мыслей. Вы ему что-то говорите, сбиваете его с толку. Информация практически не усваивается. Поэтому, если есть у вас возможность, рекомендую попробовать режим презентера. Или сейчас, ну, суфлер, в общем. Он есть как в Okie Note, так и в Microsoft PowerPoint и в последних версиях OpenOffice. Настоятельно рекомендую им пользоваться. Монитор докладчика на русском он использует. Называется. Вот здесь, видите, параметры, и можно менять экран. Вот теперь вы видите только ту информацию, которую должны видеть вы. А я вижу некоторые дополнения. Мне не надо каких-то бумажек доставать и что-либо читать. Кроме того, как вы заметили, я видел по анкетам, что многие из вас используют презентеры. Ну, пуль дистанционного управления. Он может быть таким, как я использую Logitech. С дополнительными функциями. Либо это может быть обычный Apple Remote. Вот у меня сейчас в руках пластиковая версия. Есть, это алюминиевая. Кроме того, вы можете использовать Keynote Remote приложение. Оно доступно для iPad и iPhone. И что оно нам позволяет делать? По сути дела, у нас iPad превращается в того же нашего суфлера. То информация, которую я вам показывал только что доступна у меня на втором экране, будет доступна у вас на iPad. Это в случае, если вы используете для презентации. Допустим, я сейчас иду у нас. Когда вы создаете Spark, у вас здесь дается код, который вы должны ввести в своем ноутбуке. Мы его уводим. Сейчас он у меня отобразится. Сейчас видно, как в сети проблемы. Но мы позже к этому вернемся. Я вам это покажу чуть позже детально. Учтите маленький нюанс, что всегда на любом выступлении презентации может что-то случиться и пойти не по плану. Поэтому будьте всегда готовы к таким моментам. Ну, случается такое. Вот сейчас вам пример того, как люди читают с бумажки. И вот сейчас вы сами скажете, насколько интересно это смотрится. Это была одна из презентаций Apple. И они пригласили туда человека из AT&T. Вот он читает с бумажки все. Мне нравится. Как-то оригинально даже. Как на пленуме ЦК ХПСС. Да. Ты же не послушаешь. И это некрасивая места. Это реальная перспектива. Сказал правильно. Таких людей вам интересно слушать? Такие выступления. С исторической точки зрения. То есть каждый выбирает сам себе, скажем так, амплува, как он хочет выглядеть на людях. Вот, кстати, в предыдущее видео действительно человек выступил оригинально, поскольку блогеры в реальном времени смотрели за презентацией и сразу сказали, кто это такой, уберите его со сцены. Реакция была сразу, причем мгновенной и в очень больших масштабах. Теперь мы поговорим об организации слайдов. Презентации бывают разных размеров. От 10-20 слайдов до презентации и сотни слайдов и более. Причем я, скажем так, стараюсь презентации считать не в слайдах, а в двух параграфах. Потому что у меня много идёт слайдов технических. Для анимации, либо каких-либо других вещей. Сейчас он в 0,80 слайдов. Порядка 10 марок автомобилей. И чтобы в этом всём не путаться, мне приходилось немножко организовывать всё это. Вот видите, у нас здесь есть линия с нашими слайдами. Как видите, они немножко отличаются, немножко вправо уходят. Вот мы можем их редактировать, нажимая клавиши сочетания Tab и Shift-Tab. Вот видите, он у меня двигается таким образом. Таким образом я могу делать разделы. Tab и Shift-Tab, да? Tab и Shift-Tab. Такие же разделы существуют и в Microsoft офисе. Оба офисных пакета понимают разделы друг друга. И, допустим, если у вас там идёт 10 автомобилей, вы называете раздел таким-то образом. Допустим, в Microsoft офисе здесь вы просто делаете режимом табуляции. И вы легко сможете найти нужную вам машину. Допустим, я могу целый раздел вот так вот скрыть. Когда я закончил над одной машиной работать, мне не надо 10-20 слайдов перелистывать. Всё, я пошёл дальше. Кроме того, мы сейчас поговорим о создании шаблонов. Тоже очень полезный шаблон, потому что бывает в компаниях сотрудники, каждый делает презентацию самостоятельно, использует совершенно различный фон. В итоге каждый сотрудник как будто с разной компанией приходит. Хотя у нас есть такое понятие, как мастер-слайды. Вот они у нас, допустим. Вот мастер-слайд. Если я вот этот мастер-слайд, я на него могу перетащить какие-то изображения. Так, я только его дублирую, чтобы не изменить структуру существующей презентации. Вот я его дублирую. И хочу туда добавить какое-то изображение. Вот я поменял местами. Задал размер. И теперь у меня есть шаблон определенный. Когда я подхожу к какому-то слайду, допустим, к этому, я вот этот шаблон просто перетягиваю сюда. И теперь у меня на всех слайдах будет, допустим, там одно цветовое оформление, одна и та же схема организации слайдов во всей презентации. И сразу видно, что презентацию делали профессионально, делали там в одной компании, а не разные люди, с чего попало. То есть выдерживается определенный стиль. Единственное, сразу вас предупреждаю, не используйте логотип на каждом слайде, если презентация происходит в помещении. Потому что когда вы пришли на презентацию, так и на семинар, вы понимаете, что вы пришли в компанию LN. Я не начну через 30 минут рассказывать от имени компании «Рога и копыта». Смысл ставить логотип на каждый слайд есть только если вы, допустим, находитесь на выставке. У вас стоят мониторы, мимо него постоянно идут люди. Они не задерживаются больше, чем на 5 минут. Поэтому вам на каждом слайде действительно тогда нужно ставить логотип, чтобы вас могли отделить от других элементов. И есть еще такая вещь, как световой стол. Очень интересное название на русском языке такое. Это режим отображения. Вот если мы зайдем в вид, вот световой стол у нас есть. Мы можем благодаря нему сортировать наши слайды. Очень легко. Мы видим все слайды, которые у нас есть. И если мы что-то хотим поменять местами, мы можем очень быстро это сделать. Допустим, я захотел этот слайд поместить сюда. Вот я это и делаю. А группу слайдов выделяют только? Группу слайдов только можно в навигаторе. Структура у вас будет даваться текст. Вот видите, тут дается текст, мои заметки. Вот тут какие-то старые вещи идут. Вот это касательно организации. Это вам поможет, если вы презентации делаете постоянно. И если у вас есть какой-то корпоративный стандарт вы хотите сделать для его создания. Еще раз вот этот, как этот столб называется? Световой столб. Вот, обратите. Вот. Да. Теперь линейки и направляющие линии. К сожалению, этого инструмента нет в Microsoft Office. Они это не сделали в свое время. Apple, конечно же, пошла далеко вперед. Она взяла много вещей, которые есть в том же Photoshop. Вот пользователям Photoshop должна быть знакома эта функция. Для чего это используется? Создаются определенные рамки, по которым вы строите свою композицию. Кроме того, вы хотите, допустим, построить слайды ровно что-то сделать. Мы берем несколько слайдов. Допустим, иконку Keynote. И еще обычный файл. Вот когда я их двигаю, у меня появляются направляющие, если вы можете заметить. Они помогают мне выровнять текст. Но тут есть маленькая загвоздка. Если присмотреться, вот этот файл, он идет с альфа-каналом. И если я проведу сейчас под ним прямую линию, вы заметите, что не совсем иконки ровно находятся. Потому что он берет за границу линии границу изображения. А граница, там идет полупрозрачный или полупрозрачный слой. Соответственно, мы берем направляющую линейку, устанавливаем здесь. И теперь мы можем аккуратненько подвести наше изображение. И они будут полностью совпадать по размерам. Вот таким вот образом. Вот теперь они будут у нас совпадать полностью. Очень полезный инструмент. Советую вам этим воспользоваться. Оно вам еще пригодится. Теперь маски. Для чего используются, собственно, маски? Маски мы используем для того, чтобы в фигуру определенной формы поставить какое-то изображение. Допустим, у нас есть прямоугольник. Точнее, вот у него, если замените, закругленные углы. Потому что если вы просто поставите прямоугольную картинку, то у вас всегда будет стандартный угол 90 градусов. А вы хотите сделать либо круглую картинку, либо вот такой вот формы. Рисуем нашу фигуру. Вот они идут. Выбираем, какая нам понравилась, какая нужна. И выбираем изображение. Вот я взял картинку. Зажимаем клавишу Alt. И вставляем сюда. И теперь у нас изображение появляется внутри данной формы. То есть уже не квадратное изображение, а определенной формы умеет. Мы можем взять теперь, отредактировать маску. Форма маски может быть там звездочка какая-то, треугольник. Ее можно даже нарисовать вручную. Грибочек какой-то, цифры, что угодно. Все зависит от ваших потребностей, от вашего желания. И сейчас мы с вами переходим к круговым диаграммам. Опять же, это достаточно актуальная тема для бизнеса, для финансовых отчетов. Часто мы привыкли как делать. Берем просто какой-то финансовый отчет и копипастим диаграмму сразу в нашу презентацию. Кто видит здесь проценты и что там, собственно, говорится. Все видно, но вы близко сидите. А если чуть дальше посадить? Вот тут встает вопрос, как раз мы возвращаемся к вашему вопросу. Что происходит, если у нас много данных? Если у нас много данных, мы делаем отдельно презентацию, либо вордовский документ с большим объемом данных, допустим, с полной вот эту вот диаграмму. Мы даем вордовском документе с полным описанием. В презентации мы ее упрощаем. Используем не более семи секторов на диаграмму, потому что больше человек просто не воспринят. Вот вам, опять же, пример компании Apple. Все, что нужно другим людям, для журналистов, для финансовых аналитиков, они предоставят в PDF-отчете отдельно. То же самое касается графиков. Вот на экране монитора это очень тяжело воспринять, что здесь написано. Когда вы спокойно сидите, в спокойной обстановке, в офисе у себя, либо там с бумажным разворотом, вы можете потратить время, там, 20 минут на изучение этих диаграмм и графиков. Когда идет презентация, у вас всего там 20-50 секунд, чтобы это воспринять. Не думаю, что вы все это запомните, и тем более расскажете мне через 20 минут. Аналогичная ситуация. Кто Украину видит? А показатели? Трэш. Здесь уже намного меньше данных, их легче воспринимать, но, опять же, есть недостаток. Данный график сделан в 3D формате, и, соответственно, вам тяжело понять, какие данные здесь находятся. Многие говорят на тренингах, что старайтесь обходить 3D диаграммы стороной, потому что возникает вот такой вот эффект. Вот на 2D схеме уже видно, что здесь небольшая разница есть, но ее все равно практически не видно, она незаметна. Когда мы ставим подпись, видно, что разница была небольшая. Допустим, в финансовом отчете, там, ну, 10 тысяч гривен для большой корпорации, там, условно, это мелочи, это никто не заметит. В то же время это не повод отказываться от 3D-моделирования. Просто используйте подпись и поставьте другой рампус. Опять же, пример. Причем, человек, опять же, еще и выделяет цветом свою продукцию, чтобы отделиться сразу от конкурентов. Вот, опять же, типичный пример, как это делается на презентациях, и так, как желательно делать. Мы подчеркиваем нужные элементы, когда мы говорим о каких-то цифрах, нам не нужно подходить и выискивать, и что-то вот вручную искать, там, цифра 11, я уже тенью свою закрыл, не вижу. А так я дал раздаточный материал людям, причем раздаточный материал даю именно в нужный момент. Не сразу даю, чтобы люди его листали во время моего выступления. То есть, задается вопрос, зачем я выступаю, когда у них есть эти данные. Я что-то комментирую. Вот, когда я комментирую конкретно эту ситуацию, я говорю конкретные данные, допустим, 145, и вы сразу видите, где это. Вам не надо по всей таблице долго искать. Кому нужны более детальные данные, он посмотрит это в раздаточный материал. Опять же, простой пример выделения. То есть, старайтесь делать сравнения все как можно более простыми, чтобы люди не терялись в этом, а быстро усваивали информацию практически на лету. Сравнения идут не только в таблицах, но и визуально, допустим, в ваших товарах. Вот на презентации этих джокс рассказывают, как они в iPod Nano ставили видеокамеру. Очень тонкий агрегат. И посмотрите, сравните его толщину с толщиной фотоаппарата. Он наглядно нам показывает разницу фотокамеры и iPod. Если он просто будет оперировать 3,2 мм и 20 мм, это мало кому что-то скажет. То же самое, как 200 метров. Если я скажу, что это высота, допустим, Empire State Building, это что-то вам скажет. Если просто условно там 253 метра, какая-то абстрактная цифра, она ничего не значит для вас. Переходим к анимации. То, о чем мы говорили. Анимация нужна, но она нужна в определенных местах. Это не значит, что мы должны ставить в каждый слайд и, как я уже говорил, показывать всем, вот я знаю кино, я знаю PowerPoint, я делаю вот это в Prezi. Существует правило создания кино, и идет определенная последовательность видеоряда. Все показывается, один видеоряд за другим, чтобы выложить определенную нагрузку, смысловую информацию. И анимация каким-то образом это подчеркивает. Допустим, если я рассказываю о системе обмена данными, показываю, как эта система работает. Данные просто между компьютерами обмениваются. Когда у нас идет другая система, допустим, клиент-сервер, у нас между разными компьютерами обмениваются данные, ну а через центральное звено какое-то. Вот тут анимация уже нужна, потому что я не расписываю это большим количеством текста, я просто это показываю визуально, и вы это воспринимаете легко. То есть она имеет смысловую нагрузку в данной анимации. Анимация делается в кино достаточно просто, используется, так называемый, я использую Magic Move. Сейчас я вам продемонстрирую, как это делается. Вот видите, здесь у меня внизу как раз подписано то, о чем я должен сказать, что я хотел вам сказать. И сейчас мы возьмем изображение. Вот, обратите внимание, файл PSD. Я его просто сюда кидаю. Я его в Photoshop и обработал, и у меня не было времени его пересохранять где-либо. В PSD-то ладно, а почему Филипп Пакар? Будет не только Хилбет Пакард, будет и наша ретина. Вот мы поставили ретину. Как видите, вот эту фотку я не успел обработать. Здесь есть белый фон, не очень красиво смотрится. Используем инструмент Альфа. Вот он здесь у нас находится. Выбираем его, кликаем на белую область, выделяем. И у нас фон исчезает. И мы получаем чистое изображение. Очень простой инструмент. И очень сильный продукт в итоге мы имеем. Вот мы их ставим, ставим направляющие. Теперь я хочу, чтобы у меня была какая-то анимация стрелки, допустим, показывали процесс обмена информацией. Мы идем в фигуры, ставим стрелочку. Используем Shift, чтобы поставить ее по 90-45, там 180 градусов. Ставим размер. Я поставлю побольше, чтобы было всем видно. Ставлю эту сюда стрелку. Копирую и ставлю вторую здесь. Теперь я этот слайд просто дублирую. И перемещаю стрелки в другое место. Суть эффекта Magic Move заключается в том, что анализирует два изображения и понимает, где произошли изменения. Но должны быть одни и те же объекты. Если в первом слайде был ноутбук, допустим, Retina, он должен быть и на втором слайде. Поэтому мы просто дублируем слайд и делаем изменения те, которые должны произойти с анимацией. В данном случае со стрелками. На первом слайде я их сейчас поставлю на задний план, чтобы их не было видно. Идут в переход. И вот он уже у меня стоит. Волшебное движение. Запускаем анимацию. И стрелочка перемещается. Иногда нужно поработать. Если объекты похожи, допустим, стрелки, он может не разобраться, какую стрелку куда двигать. Поэтому стрелку мы можем, допустим... Одну красную, одну зеленую. Либо что... да. Красную, зеленую. Да нет, должна работать. Это что-то оно тупит немножко. Но будет робот. Нет, именно вот из-за размеров такое бывает. Из-за размеров, если похожее изображение, такое произойти может. Либо даже я сделал иначе. Я делал дублирование. Одну и ту же стрелку, да, чтобы она действительно была одна и та же. Я создам новую. Скажем так, с нуля. Дам я чуть-чуть другой цвет. Поставлю ее здесь. Вот, теперь они работают. То есть, анимация делается достаточно просто. Не надо делать каких-то больших усилий или долго ее составлять. Это мы уже с вами рассматриваем, скажем так, продвинутые инструменты. Вот еще один из примеров анимации. Такое тоже можно использовать. Поэтому учтите, что выделиться анимацией достаточно сложно сегодня. Ее умеют делать многие. Я, например, делаю ее в Motion и люблю делать ее в After Effects. В Powerpoint и даже в Keynote вы такого не сделаете просто. Поэтому, если вы действительно хотите кого-то удивить, то вам придется найти компанию, которая занимается видеосъемками, видеодизайном, Motion и у них заказывают какие-то серьезные ролики. То есть, если вы хотите сделать ставку на эффекты. Но не забывайте, что эффект – это не главное. Сегодня эффектами удивлялись в 25-м году, когда это все только начиналось. Когда все прыгало, крутило. Сегодня это уже никому не надо. Это как фильм. Ну, вот ты смотришь фильм, там много анимаций, там летают космические корабли, но когда нет смысла, его неинтересно смотреть. Точно так же и в презентации. Вот вам показывают, как Apple использует анимации. И заметьте, они показывают список из 80 стран. В данный момент они используют большое количество текста, но вам не обязательно все это читать. Вам нужно найти только свою страну. Если вы ее увидели, вам этого достаточно. Опять же, любое правило действует только при истечении определенных обстоятельств. Поскольку им не надо, чтобы вы читали весь текст, они могут использовать вот такую достаточно быструю анимацию, показать большое количество текста, именно название стран. И люди это все поймут, воспримут. То есть, ну, свою страну, я думаю, вы быстро увидите, если она там есть. Тут не надо акцентировать внимание. Недостатки анимации. Часто вы приезжаете на какой-то симфозиум, в другое место, вы оставляете ноутбук человеку, или вы просто сбрасываете ему на флешки презентацию, и он управляет презентацией. Допустим, у вас нет презентеров. То есть, вот человек, который сидит на ноутбук, он вас слушает, он ни разу вас не видел, и пытается понять, когда же кликать мышку. И тут он начинает сойти анимацию, он пытается вас догнать, кликает, кликает, и перещелкивает два слайда. А вы ему кричите через весь зал, «Назад три слайда!» Ну, вот, каким-то таким образом. Анимация забирает время. Существует презентация, где вы платите именно за время. Вы, допустим, хотите выступить перед инвесторами. Вы платите там 2000 долларов, и вам дают 10 минут, не более. Если вы начнете использовать анимацию, вы тратите драгоценное время. То есть, на переходы это там плюс-минус 5 секунд. А когда у вас ограничено время, вы платите большие деньги, подумайте, стоит ли анимацию использовать. Вас может инвестор попросить вернуться там на три слайда назад, что-то ему показать. И вы будете это все пролистывать, тратить время. А ждать никто не будет. Ну, и отвлекает внимание, если она, конечно же, сделана некорректно, неправильно. Сейчас покажу вам презентацию от компании Nokia. Как видите, здесь используется уже профессиональное программное обеспечение. Заказывали эту презентацию в американские компании Duarte Design. Заметьте, все символы, вся нужная информация выделяется и показывается визуально. Опять же, сравнение. Что такое 350 телефонов? Ну, по сути дела, ничего. А когда говорят, что в одном месте сконцентрировано 2500 телефонов, причем на маленькой площади, это уже что-то говорит человеку. Опять, стоит сравнение. Здесь лунгер можно забить фотографиями, сделанными на Nokia. И проложить линию от Техаса до Парижа. Модель 1100 принимал участие в этой статистике. Честно, не скажу. Телефон сейчас в 30 раз мощнее, чем Ровен, и в 17 тысяч раз мощнее, чем Ракета. Просто мегагерцы, гигагерцы, гектары. Для многих людей ничего не говорят совершенно. Я, например, далек от сельского хозяйства. Для меня гектар это что-то совершенно абстрактное. Причем, заметьте, текста здесь немного, и вам достаточно вполне времени, чтобы его понять, прочитать. И понять, о чем здесь идет речь. Опять же, отделение важной информации. Презентация предназначена для распространения через интернет. Понравилось вам такое исполнение? Not bad. По поводу использования видео. Keynote очень богат видеовозможностями. В нем можно воспроизводить видео в форматах FLB. Это Flash Video, тот же MPEG, родной Apple Scheme Move, AVI и MPEG. Единственное, все это можно делать только после того, как вы поставите набор кодеков Perian. По умолчанию все это воспроизводить вы не сможете, а вот Perian вам поможет в этом. Именно за это я люблю кино, потому что я готовлю практически любой ролик, тащу с интернета, и я не думаю о том, что он у меня не воспроизведется. В случае с PowerPoint-ом проблема есть, он читает определенные виды файлов, причем очень большая проблема возникла при работе с 64-битной версией офиса. Там поддержка видеофайлов превратилась просто в какой-то кошмар. Мне с трудом Ави-шку запустил, какую-то подобрал. Вот такие вот пироги. Совместимости с экспорт. В первую очередь это, конечно же, файлы в формате Keynote, которые вы можете показывать с помощью Mac и с помощью iPad и iPhone. Можете экспортировать и импортировать файлы PowerPoint, Adobe PDF, которые у вас производятся везде абсолютно, и на Mac, и на Windows, и на Linux, и причем везде одинаково. Экспортировать видео в QuickTime, причем есть такая интересная особенность, что QuickTime ставит метки, где ваш слайд остановился. Потом вы это видео с помощью QuickTime открываете на Windows, либо на Mac, и можете показывать, как обычно, презентацию с помощью презентера. Он вам показывает, например, ту же анимацию, 5 секунд, и останавливается, ждет, пока вы нажмете кнопку вперед. То есть не просто видео, допустим, там 3 минуты, он за 3 минуты его проигрывает. Он проиграл 5 секунд, он 5 секунд проиграл, остановился. Все, и вы дальше смотрите. Проходите. И, естественно, экспорт вишпек, самый распространенный формат, который можно читать абсолютно где угодно, его все поймут. Нет проблем ни со шрифтами, ни с какими-то кодеками, любая операционная система, где бы то ни было. Касаемо времени. Очень важный аспект. На презентацию нужно действительно тратить много времени, на неделю. У вас может получиться вот такой свод-анализ. Вот пришлось моему товарищу это быстро делать. Ну, результат вы видите, наверное. Все очень четко понятно. Либо появилась новая тюнингованная версия машины, немножко сплющенная на овальных колесах. Ну, бывает это. Это эксклюзив, ребята. На презентацию длительностью где-то в час и количеством в 30 слайдов нужно потратить приблизительно от 36. до 90 часов времени, чтобы действительно хорошо подготовиться. Сюда входит и создание вашей идеи. Потому что начинать нужно желательно не со слайдов, а понять, что вы хотите сказать людям, что людям нужно от вас, что вы можете им предложить, как вы можете решить их проблему. Старый Subaru Forester. Тюнинговый малеха, под Land Rover закосили. Потом вы создаете какие-то черновые эскизы, можете это делать на бумаге, можете делать на ноутбуке, кому как удобнее. Некоторые люди используют липкие бумажки, на стенах их развешивают, и потом в случае чего меняют их местами, быстро понимают, как слайды переставить местами, чтобы выстроилась идея одна. А потом уже приступаете к созданию слайдов. И, собственно, к их дизайну. Но у вас должна изначально быть идея. Если вы начнете сразу с слайдов дизайна, вы потеряете эти идеи, и смысла от вашей презентации будет не очень много. Потому что основная идея презентации не просто показать ее людям, а добиться какого-то результата, чтобы они купили ваш товар, пришли к вам в магазин, либо какая-либо другая цель, спасти умирающих пеликанов. Должен быть какой-то призыв, какой-то мотив. Что ж, сегодня мы прошли с вами, рассмотрели текст, как можно текст оформлять, какие ваши шрифты делать. Рассмотрели время. Цветопередачу. Как ведет себя на проекторе, как ведет себя на экране, какой фон нужно использовать. Диаграммы, графики, таблицы. Экспорт, импорт. Какие файлы мы поддерживаем. Форматы видео. Рассматривали особенности, опять же, работы проекторов. Поработали с графикой, с помощью достаточно серьезных инструментов, которых нет у конкурентов, либо которые реализованы, скажем так, не так хорошо. Потому что те же направляющие есть и в OpenOffice, и в Microsoft Office, но реализация их, откровенно говоря, желает лучшего. Можно голову сломать. Что-что? Можно голову сломать, пока найдешь, что же надо. Вот. И, собственно, рассмотрели анимацию. Достаточно легко можно делать. У кого есть вопросы, пожелания каких-то, слушаю вас. У вас есть уникальная возможность меня спросить. Слушайте, Андрей. У меня есть вопрос. Я ребятам раздам анкетки, наверное, с твоего позволения, пока ты будешь отвечать на вопросы. Мы решили вас не отвлекать от процесса. Поэтому разбирайте сейчас, заполните, пожалуйста. И вот под анкеткой утащите себе шпардалку. Да, там как раз идет раздаточный материал. Заметьте, я его раздал в конце, потому что там есть много моментов, о которых я сегодня говорил. И, соответственно, вы не листали их во время моего рассказа. То есть, любая информация должна подаваться в свое время в нужное место. То есть, друзья и сами не пошли, и еще вас дезориентировали. Вы поняли серьезность ситуации? Причем, ну, что значит дезориентирование? Смотрите, я получил сообщение, я его скопировал достаточно четко. Facebook подтягивает у меня все данные. Мероприятие действительно 8. У вас какой язык стоит? А может там часовой пояс в Facebook? Региональные постройки, естественно. Точно так же у «Контакта» та же проблема. Если у вас стоит русский язык, то у вас идет часовой пояс не плюс 2, а плюс 3. Я бы с вами согласился, если бы это не было написано. с черным по белым. Можно посмотреть? Да, вот, смотрите. А, в смысле написано в сообщении, да, в самом? Да, штану был 8. Ну, в общем, пропустил, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Презентация, это семинар будет через какое-то время повторяться. Ну, не скоро, но тем не менее, у вас еще будет возможность прийти сюда. либо же вы сможете подойти лично ко мне и задать вопросы. Да, можно будет вас сегодня пострашивать? Можно, конечно. Я специально говорю, что те люди, кого интересуют, ну, скажем так, посмотреть свои презентации, они могут их взять с собой, мы на месте, скажем так, во время автопартии их рассмотрим. Я не знаю, проходили вы это или нет, мне интересует момент соединения через Wi-Fi киннота, через телефон проведения презентации. Да, вот мы пытались это сделать. А, здесь находится, допустим, проектор достаточно далеко от, точнее, ноутбука находится далеко от ноутбука, да, через Wi-Fi. Возможно, такие моменты, которые меня очень интересуют, давайте хотя бы 2-3 вопроса мы пройдем. Вот сейчас антоптелек, сети, Classified Network подключаешься? Я к ней подключал. Или просто на Mac подними точку доступа? Ага, сейчас подниму. Проще было. Наверное, я на Mac подними, потому что... Мне интересует вопрос, как это сделать правильно. Это раз, два. Ты сейчас подумаешь, потому что вопросы были, где-то записал у тебя. Да, вот у меня возникла проблема, потому что у меня Mac просто потерял Wi-Fi-сеть, и, соответственно, не смог сконнектиться. Сейчас мы это попробуем сделать повторно. Посмотрите, вот есть приложение, я покажу с самого начала. Вот у нас есть программа Kino Ultra Mode. Вот я ее запускаю. 99 центов. Да. Это то, которое упала. Да. Вот новая SysCase. И вот у нас вверху в настройках, видите, вот я зашел, есть пульт DO у нас. И вот iPad Online, я делаю связь и ввожу вот этот цифровой код. Сейчас я буду его проверить. Просто на компьютере подними точку доступа, заодно покажи, как это делать, потому что часто бывает, что и Wi-Fi нету, или какие-то вот такие проблемы с Wi-Fi. надежнее прямо на компьютере сделать. Вот мы создадим сеть, а по компьютеру и канал... А все равно. Да, мы возьмем третий. Какой самый распространенный? Седьмой канал. А я не помню. Ну, скажем так, ставьте вот первый, второй, третий канал, потому что по умолчанию во многих устройствах идет, насколько я помню, седьмой канал, и вот собирается аудитория, допустим, 100 человек, у всех Wi-Fi работает на одной частоте. Естественно, это все накладывается друг на друга, и устройствам тяжелее найти друг друга, ну, себя. И вы можете потерять связь в любой момент. Поэтому ставьте вот какой-то канал, допустим, второй я выберу. Создать. Пока я без пароля посоздам, мне это не критично в данную секунду. Снова заходим в Keynote. А ты iPad подключил? Да, подключаю. Может ли быть такая ситуация, когда несколько устройств подключились к презентации? Или если, допустим, начинается iPad, заканчивается iPhone, либо только одно устройство? Одно устройство у вас для этого и дается код. Он по коду как раз с одним устройством и синхронизируется. Единственное, у меня был момент... Подождите, дай я попробую тоже к твоему компьютеру подключиться. Реально интересно. А ты не подключишься, потому что тебе дается код, и я его должен ввести. Я же ввожу в твой компьютер. А сейчас введешь? Ну, давай твой введу, может, у меня тут с iPad-ом проблема. Как, Apple компьютер, да? Да. Так, подключился. Так, Keynote ремонт. Держу он у меня. А, вот. Так, 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 так. Новая связь. О, AT&T. Нажимай, значит, вводи 8702. Соединение прошло успешно. Да. А теперь вот можешь попробовать запустить слайд-шоу с iPad-а. А у меня он не подключен. Сейчас ты можешь как раз людям показать. Ну, я могу его запустить, но тут вопрос был в том, чтобы, например, я полистал от сайфона, а ты продолжил листать с iPad-ом. Нет, нет, так не получится. Только один. Только одно устройство. Единственное, сразу предупреждаю, был случай у меня на практике. Отчего не получится? Ну, они же оба могут быть подключены к Keynote-у. Вот так. Оно просто на другом, на другом мобильном устройстве просто должно отображаться, что происходит. То есть, скажем так, теоретически я могу через ремонт подключиться. У вас есть ремонт, да? Ну, вот, оба пробовать, потому что у меня сейчас на iPad-а... У меня не отображается, он на мне... Видно тут проблема с iPad-ом, он мне скинул. 6738. Сейчас сигвадим. 6738. Успешно. А ну, сейчас попробуем. Вот, я, например, запускаю слайд-шоу. Так, запущено. Я вижу. Вот я буду листать. Да, собственно. Я вижу, что происходит. Сейчас полистай вперед, чтобы не было этой анимации. Немножко заторможено, но... Ну, что, а теперь вы полистайте. О, что, по-моему, работает. Все-таки несколько может. Причем могут продолжать несколько презентующих. Да, если несколько выступающих. Ну, просто мы сталкивались с тем, допустим, да, организовывать какие-то проекты, на которых три лектора, которые презентуют какие-то вещи, и параллельно они хотят все на один телефон, перехватывают его, и что-то сбивается. Да, то есть в итоге. Мало ли, там кто-то позвонил, и все сбилось, связь пропала. А второй может, в принципе, на iPad продолжать листать. То есть я... Интересно. Да. Как-то вот не приходилось пока два сразу. Наверное, в этом случае лучше поднимать Wi-Fi-точку на компьютере, ну, чтобы уже не быть зависимым от инфраструктуры, которая, ну, там есть, влюкавая, не влюкавая. Сам включил и поехали. Да, единственное, выключайте Bluetooth сразу на компьютере перед выступлением. Потому что если кто-то начнет к вам ломиться на компьютер, у вас начнет сообщение в Skype, посреди презентации, к вам там кто-то хочет подключиться. И потом начинаешь в спешке думать, как это выключить, а сами понимаете, когда начинается режим кипиш, тяжело что-то найти, найти решение какое-то. Такой вопрос еще. Пульт стандартный. Это старый пластиковый, есть старый пластиковый. Да, они работают на каком-то ограниченном радиусе действия. Соответственно, он может не пробить сигнал, потому что здесь, ну, это не электромагнитный сигнал, который проходит через человека, там, через препятствия. Для него существуют препятствия, причем имеет разницу, заряжена у вас батарейка хорошо или плохо. Если батарейка хорошо заряжена, от стен будет отбиваться сигнал. Батарейка слабая, от стен не отбивается. Соответственно, вот, если посмотреть, у меня спереди находится вот этот приемник. Если я буду стоять, допустим, вот здесь вот, мне тяжело будет его воспринять. Поэтому лучше использовать либо Wi-Fi, либо Bluetooth. Вот такое вот устройство. Здесь идет отдельный приемник, в комплекте сразу. С указкой, да. Да, здесь идет и указка, таймер, причем таймер с функцией вибрации, включение-выключение презентации, ну, по большой сути, обычная клавиатура. И еще 5 копеек, у нас в веерах нет пропорционного приемника. А, вот в варительном. Поэтому, вот, без Bluetooth 30 или 60, нет, вот в этой модели 60 метров, причем радиосигнал, независимо от, если у вас препятствия нет, вы можете спокойно ходить по аудиторию. Поэтому, ну, преимущество iPhone или iPad в том, что вы еще видите визуально, о чем вы говорите, и вы видите заметки. Но, есть маленькие нюансы, если вы случайно коснетесь пальцем, вы переключите следующий слайд. То есть, здесь, допустим, механическое идет. То есть, ну, случайно его не нажмешь, его можно просто телебить в руках, потому что, вы сами понимаете, у многих выступающих, ну, идет легкий мандраж какой-то. Ну, это, на самом деле, естественное явление, каждый немного волнуется, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, в зависимости от опыта. Но, здесь вот я его просто в руке держу, ну, как ручку какую-то, кручу себе, немножко снимает, как бы, нервы. А с iPod'ом, iPhone'ом так не получится. Чуть нажмете на экран, все, пойду слайд дальше. — Это микропроекторы появились? — Скажем так, микропроекторы существуют, но я их называю кинотеатры для тараканов. Ну, если по большому счету, скажем так, ну, качества там не очень. Потому что, опять же, есть такое понятие, как мощность лампы, и чем больше у вас размер экрана, тем больше вам нужна мощность лампы. В маленький проектор вы мощную лампу и большое разрешение никогда не поставите. Ну, это среди друзей там показать что-то мелкое. — Проще на ноутбуке. — Лучше на ноутбуке. — Показать там для пяти человек. — Лучше на ноутбуке, на iPad'е оно и надежнее, и быстрее будет, без заморочек разных. — Либо же, если у такого плана большой дисплей, вам дисплей подключить и на большом показе тоже будет? — На самом деле, сегодня люди воспринимают слово презентации с PowerPoint'ом, с Kino, кто с OpenOffice'ом, ну, просто с показанной презентацией на слайде. На самом деле, у вас может что в этом случиться? Выключится электричество, либо просто вы придете и вам скажет там босс-компания, у меня через там полчаса самолет, я через две минуты выезжаю. Вам некогда будет распаковывать ноутбук, ставить проектор, вы должны будете ему просто на слова за 30 секунд рассказать, в чем смысл вашей презентации, что вы хотите ему сказать. У вас 30 секунд есть. Даже есть передача, то ли в Канаде, то ли в Штатах было, презентуй себя за 30 секунд. Человеку давалось 30 секунд, и вот пока он идет в лифте, он должен рассказать преимущество своего продукта, показать его, если он может начертить на салфетке, на листке бумаги, на чем угодно, как угодно. Вы должны убедить инвестора за 30 секунд, что вы достойны того, чтобы у вас вложили 10 миллионов долларов. Я хочу быть инвестором. Когда к тебе начнут приходить люди, ты можешь передумать. Потому что очень мало людей, которые действительно могут четко сформулировать и в 30 секунд уложить свою идею. Что-то такая же фишка какая-то была там писания, по крайней мере. Что ты в жопу тоже, когда в лифте ехал, если за полный минут ты не рассказываешь, над чем ты работаешь, не можешь объяснить, то ты не можешь объяснить. Совершенно верно. Потому что когда человек за 30 секунд объясняет смысл своего проекта, значит он в этом глубоко разбирается, он хорошо понимает то, о чем он говорит. Он понимает ключевые аспекты. А если вы говорите 2 часа, напролет ни о чем, но это уже, честно говоря, какая-то секта получается. А если, например, какая-то группа есть у всех айпады, какую-то программа или механизм вывести эту презентацию? На все айпады. Есть такая программа, называется она, сейчас вам расскажу. Антон, я еще напомню вопрос, тут кого-то был по поводу презентации для раздачи аудитории. Я же отвечал на этот вопрос. Да, я проспал. Да, я сказал, что лучше делать 2 версии, потому что нужно оценивать презентацию, показываем мы ее на экране либо в интернете. Потому что это разные презентации. Ну, книга есть книга, кино есть кино, презентация есть презентация. Презентация, там, одно дело, вот как Nokia, мы в интернете показываем, там одни требования. Другое дело, я делал каталог, допустим, для Kia. Там было больше информации, потому что он на мониторе был, человек спокойно подходил и листал на сенсорном экране то, что ему надо. Там немножко больше было информации. То есть, вот эти вот все моменты мы учитываем. У нас есть очень большое количество информации. Можно PDF-файл сделать. Если вы знаете, что вы просто отошлете презентацию по почте, ее будут читать просто как в Word, тогда, по сути дела, это будет просто текстовый документ, книга, созданная по PowerPoint, или в киноте, кому как удобно. Можно ли сохранить презентацию с всеми анимированными вставками в видео? Да, я об этом говорил. Вы можете сохранить в QuickTime-видео. Причем... Насколько конструбата это получается? Получается. Очень хорошо получается. Разрешение максимума. 1920х1080 я делал с анимацией. Причем у вас идут метки. Допустим, 5 секунд идет анимация, останавливается видео. Вы что-то рассказываете, нажимаете дальше, и у вас информация продолжается анимация. То есть он делает какие-то метки? Да, он метки по слайдам делает. На которые только нужно кликать, то есть он не цельный фильм? Можно цельный вывести, можно с метками. То есть это где-то выставляется? Это в настройках экспорта выставляется. И сейчас вот был вопрос по поводу показа... На айпадах. На айпадах. Сейчас я скажу, что я как раз тестировал это приложение с Андреем недавно. Называется программа Mighty Meeting. Вот иконка. Вот такой вот как пегас здесь нарисован. Как называется? Mighty Meeting. Мощный митинг. Андрей, она у тебя еще осталась на айфоне? Аааа. Сейчас детальнее покажу вам. Еще позже. Вот мы сейчас в нее заходим. Работает она... Там получается вы загружаете в нее презентацию и отсылаете на почту всем ссылку. Он создает ссылку, и через эту почту присылается. человек по этой ссылке приходит, и у него в этой же программе открывается ваша презентация. И вы сможете, допустим, вы перелистываете что-то, и у этого человека будет точно так же перелистываться. У него должна стоять эта программа? Да. Эта программа должна стоять, она, по-моему, бесплатная. И доступ в интернет. Правильно? Да. И доступ в интернет. То есть он видит и перелистывает все. Он там через свой сервер распространяется, поэтому все подключаются. Ведущий... Вот я сейчас попробую. Провождает презентацию, у всех на экране. Ага. Да. В связи с этим обжираться, причем там можно даже делать с аудиокереговорами. Допустим, кто-то находится в Австралии, и вы можете с ним общаться. То есть у вас будет лост. Тогда вот это общение работало немножко... Ну, как-то так. Да. Лучше им не пользоваться. Так, сейчас я... Ну, это вы ее только попробовали. То есть всех ее недостатков вы не знаете. Ну, по-моему, решение от двухового. А какой же такой имя софт, который вы уже, так сказать... Именно для iPad? Ну, с iPhone это не очень удобно. Не, ну, для компьютера там проще. Там, как мы делали вебинар, например... Ты пошел на твой рабочий мейл сейчас? Да у меня же интернет не подключен. А, у тебя не подключен? Там ладно такое. Она нормально не работает. Попробовать ее можно, но я не скажу, чтобы это было... Это, так сказать, хорошее решение. И очень удобно. Потому что со звуком реально были проблемы. Причем это связано как-то программно с кодированием. Вот оно в одну сторону нормально передавалось звук, во вторую вообще не слышно. Кто вебинары смотрел наши, лучше по технологии вебинар. Да, вот GoToMeeting использовать программу намного продуктивнее будет и намного надежнее. То есть, ну, попробовать вы можете, но, скажем так, когда вы сидите в офисе, я не вижу смысла, чтобы у каждого на... Ну, опять же, это лично мое мнение, я не вижу, чтобы в офисе среди пяти человек у каждого на iPad была своя презентация. Можно один использовать ноутбук для пяти человек. Не могу сидеть не только... Нет, если, допустим, запретить, как я сказал, в Австралии, в Африке и в Америке, да, тогда можно ее попробовать. Ну, еще раз, да. Да, конечно, занимается. Пишут, что 14 дней бесплатно, потом 5 долларов в месяц. То есть, это такие... На один раз попробуйте. То есть, попробуйте, у нее есть там пробный период, ее можно испытать. Но лучше вот использовать от Citrix GoToMeeting на компьютере. Может, у тебя, кстати, просто черкани название, чтобы все записали. Это дорогой продукт, ну, 100 долларов в месяц или 3 месяца, я уже не помню. Но это то, что работает. Ну, это имеет доступ к этому сервису, да? Да. У вас идет... Ну, там и куча клиентов. Там лицензионок. Самое дешевое, это там 100 долларов, по-моему. И у вас там может подключаться до сотни клиентов. GoToMeeting, вот, компания Citrix.com. Особенность в том, что у вас есть, во-первых, чат, вам могут в реальном времени задавать вопросы, могут их в голосовом порядке задавать, вы можете вещать голосом так же, причем это нормально действительно работает. И вам потом приходит отчет в виде PDF-файла со всеми вопросами, кто что задавал, в какое время, по поводу чего. И вы потом сможете это проанализировать. А русский язык, правда, не поддерживается, но вот и такое. Не, ну, когда они пишут, когда вопросы задают, то вы в чате их нормально читаете. Просто они в блоге не складываются, эти русские языки. Но она очень хорошо работает, потому что у вас до сотни человек в реал-тайме сидят, и это тащится не с вашего компьютера, а с их сервера где-то. Ваш компьютер отдает на сервер, а оттуда уже на 100 человек оно транслируется. Оно работает, ну, скажем так, не супер быстро, так, не могу сказать, что вы кино смотрите, но работает очень хорошо. Даже там во Львове там кто-то сидит, например, и очень хорошо вас слышит и качественную картинку видит. Может вам в чате написать, ну, можете ему вообще включить динамичек, чтобы он там голосом говорил, но это уже тогда прямой эфир в балаган превращается. Ну да. А так лучше, когда вы говорите, а вам пишут, а вы зачитываете вопрос и отвечаете на него. Там слайды показываете, мувики показываете, прям свой десктоп показываете. шикарное решение, ну, вот, да, глупо-митинг. И оно вот стоит своих денег, если вы серьезно занимаетесь, ну, таким удаленным вещанием. То есть это хороший прямой эфир. Именно не радио даже, а отдача экрана. Причем он, ну, не просто презентация ваша, а именно полностью ваш экран. Вы можете рисовать что-то в фотошопе, показывать там, ну, в любой другой программе. Грубо говоря, семинар по любой программе можете провести, ну, по каким-то своим навыкам, почему вы научились там делать на компьютере. Можете провести семинар, там, собрать людей. Так как решение коммерческое, я думаю, там надо посмотреть, поковыряться, может быть, можно через эту же систему и деньги как-то брать. Не, ну, Сири, это бизнес-решение, через которое крутые компании проводят вебинары платные. Я думаю, что там вопрос съема денег как-то у них тоже, ну, мы просто не заморачивались. Вот, но, скорее всего, там как-то придумано. Грубо говоря, такого плана бизнеса и чат театр, да? Да. Windows, Mac, Роспортформен, да? Да. Что ж, если кто-то хочет, чтобы там обновился и перезагружается, и все люди смотрят на этот процесс и удивляются, что происходит. Поэтому, если компьютер с Windows ставьте автообновление сразу, выключайте их, то есть, и обновлять систему, ставить что-то дополнительно там за 15 минут до презентации тоже не советую. То есть, если вот у вас уже что-то работает и вы это уже отрепетировали, не трогайте. Да, вот оно работает все, не трогайте. Потому что что-то внесете, какое-то изменение, слайд поменяете местами, все, вы уже забудете последовательность, вы начнете говорить об одном, а слайд другой. Уже начинается какая-то несуральница, кнопка не в том месте, еще что-либо. Вот это лишнее, скажем так. Когда есть время, да, можно вникнуть в это, какие-то нюансы есть. Но если ваш рабочий инструмент, его, скажем так, пилить надо сейчас, нет. Надо работать. Можно еще попросить у вас рассказать по экране докладчика, как правильно подключить, чтобы можно было увидеть заметки и все остальные мышцы. Смотрите, по поводу экрана докладчика. Мы заходим в раздел мониторов, в настройках. И у нас вот здесь есть расположение. Вот сейчас у нас идет видео повтор мониторов. Когда я снимаю эту галочку, у вас отдельный монитор видно. У меня виден этот монитор. У меня другой монитор не был. И сейчас вот... Я сейчас на другой слайд перейду, чтобы было видно, что там... Не могли бы просто развернуть компьютер? Сейчас. Тут... Лучше не буду. Я сейчас переключусь между слайдами, потому что у меня провода, если отойдут, он вырубится совершенно. Вот, допустим, этот слайд. Вы видите эту картинку. Я же вижу вот эту. Переключаться можно очень быстро, используя вот здесь шестеренку, смену экранов, и можно его настроить. Настраивается он как отсюда, так и сейчас покажу вам через настройки. Вот монитор докладчика у вас в настройках. Настройки экран докладчика. Ну, здесь выставляем использовать альтернативный монитор. Когда вы подключаете внешний, презентация будет транслироваться автоматом на него. Так, вот мы его настраиваем. Мы можем изменять размер изображения, допустим, текущего или следующего слайда, менять их местами, как нам удобно это устраивать. Ставить истекшее время и время, которое идет в нашей презентации. Здесь мы вносим наши заметки, ну, наши какие-то подсказки и выставляем то, что мы хотели бы видеть. Допустим, нам не нужны часы, нам не нужен таймер, нам нужно больше времени под текст. Оно здесь растянуться должно. Вот мы его, собственно, и настраиваем. Ничего сложного нет. Ну что ж, предлагаю сейчас рассмотреть ваши презентации. Кому интересно подходить, будем смотреть с Андреем. То есть можете подходить ко мне, можете к Андрею, как удобно. Спасибо за информацию. Да не за что. Я что-то пропустил презентацию. Продолжение следует...